Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Инна. Девочки, неужели возможно из фикс-прайса выйти без покупок? Вот захожу туда за самым необходимым. Ну, рука так и тянется, какие-то новинки их приобрести, потому что, ну, есть такие классные штучки для декора особенно, да? Вот часто в последнее время стали появляться. Я не удержалась и их тоже приобрела. Давайте я вам покажу, как раз вот и начну с новинок. И вещи у них уже подходят в категории стоимости как 199 рублей. Например, вот как этот светильник LED. И он больше мне понравится как декор для детской комнаты. У меня планируется полка. Я хочу ее по-разному декорировать. Может быть, фотографии, какие-то подсвечники. Я, когда увидела этот светильник, поняла, что 100% в точку он будет там прям как так и надо. Тем более комната мальчишек с таким голубым оттенком. А если ее вечером включить, то она будет подсвечивать, как будто бы вы уходите в какую-то нереальность. На самом деле это очень красиво. Нужно приобрести дополнительно 3 батарейки, которые не идут в комплекте. Да, может быть, конечно, она когда-то поднадоест. И за такую стоимость ее будет не жалко убрать куда-то там, да, в кладовку. И потом иногда доставать, как менять какие-то такие декоративные элементы в комнате. Для кухни были вот такие вот привезены как новинка досочки. Сейчас они еще есть в фикс-прайсе, но остались у нас только с лимонадом и клубника там нарисована. Что-то такое в стиле состаренных рамочек. Как видите, она не матовая, она с блеском с одной стороны. Это плюс, потому что она так смотрится очень интересно. Не заезжена, как будто бы не то, что как просто разделочная доска. Конечно, вы ее можете резать на ней, но я именно взяла как опять же декор. Стоила она, слушайте, девочки, я даже вам, наверное, точно не скажу, ну, 55 рублей вроде бы как-то так. Это, конечно, не новинка. Она давненько уже в фикс-прайсе, наверное, как месяца 3-4. Но я ее взяла как на смену своей такой же мочалочке. Это японская, можно сказать, обычный кусок какой-то синтетики. По сути, да. Но, девчонки, как она классно пенит и как она классно скрабирует, пеленгует кожу. Я ее еще полюбила где-то 5 лет назад. Зашла в аптеку и покупала различные средства. Увидела на полочке вот подобную такую мочалку. Только синего цвета. И взяла на пробу. И после того времени я просто с ней не расставалась. Потом на смену я еще буквально где-то года 2 назад приобретала подобную мочалочку. Только уже в обычном таком бытовом магазине. Там все для дома, для душа. И, вы знаете, это мой фаворит. Мне других и не надо. Я говорю, хорошо очень пенит средство. Какое бы оно ни было. Даже если вы самый, наверное, простой гель для душа возьмете, эта мочалка его превратит в густую пену. Просто отличная вещь. Очень советую. Стоит она 55 рублей. Следующее, что меня очень заинтересовало в Фикс Прайс как новинка, это вот такие развивающие карточки. Я взяла их для Артема, для младшего. Здесь идет 4+, как раз тот самый возраст. Всестороннее развитие ребенка. Здесь супер задачки, IQ. Здесь у нас идут и черно-белые рисунки, и цветные с различными заданиями. Даже на время у нас есть песочные часы из Фикс Прайс. И мы будем практиковать. Посмотрим, как у нас пойдет. Кстати, если говорить о детях, то, девчонки, мы подсели на игру из Фикс Прайс. Я вам сейчас покажу. Из серии Play Game. Очень вам ее могу посоветовать. Называется она Погоня за сыром. Мы сейчас играем каждый вечер, как ее купили. И сначала и ругались, и смеялись. Все условия игры сзади написаны. Уже могут играть от 2 до 4 игроков. Кидаем мышонка, на какое поле он выпадает. Ходим кубиком, сколько ходов выпадает. Двигаемся вокруг по полю, по часовой стрелке. Передвигаем кошка, которая здесь идет в наборе. Кошка ловит мышей. Если то, вы забираете сыр, отдаете в общее, так скажем, да, вот эту вот копилку сыра. Ну, в общем, на самом деле, очень интересно. Стоит она 199 рублей. Сначала дети хотели взять футбол. Но у нас футбол в одном Фикс Прайсе стоит 199 рублей. А в другом Фикс Прайсе 99. И взрослые, и дети играют вместе. Очень интересно, правда, Илюш? Да, мам, знаешь, она такая интересная. Когда мы ее первый раз купили, первый раз сыграли, я выиграла два раза. Вот, и я вчера вечер выиграла два раза. Да, думали так нечестно. Ну, ладно, Илюш. Артем себе выбрал вот такую еще настольную игру. Прыгающие лягушки. Стоит она 99 рублей. Тоже от Play Game. Но здесь она как бы развивает ловкость. Смысл игры заключается в том, что у нас идет вот такое поле с крокодильчиком. Ставятся вот такие листики, на котором написано 80-90, да, балочки, так скажем. И вот таких вот несколько лягушек. Нажимаете на них. И вот каждый игрок по очереди пытается заскочить на этот листик. Если вы попадаете на него, то вы считаете баллы, да, и потом плюсуете, кто выиграл больше. Я разнообразие. Можно даже ребенку подарить, когда хочется что-то новенького. Кто-то из подписчет под последним видео. Мне рекомендовали очень настоятельно попробовать вот такие вот перчатки. Универсальный бархат из фикс прайса. Я взяла в МК, средний размер. Называется они как выгодная покупка. Подходят для работы, для дачи, для работы. Значит, в чем преимущество? Да, они защищают руки, да. И вот латекс, он не вызывает аллергической реакции. Особенно те люди, кто у кого склонны к ним. Отлично сели прям по руке. Слушайте, они такие приятные. Прям правда, как вельветовые такие бархатные. Класс. Для кухни бывает что-то я там взбиваю или там для теста. Вот такую вот небольшую прозрачную форму пластмассовую. Тоже, знаете, такая универсальная, классная. Здесь с метками для распределения. Она на 2,5 литра. 55 рублей. Мне как раз такой одной формы не хватало всегда. Далее еще. Сейчас я вам покажу, девочки. Вот такая вот губка. Здесь идет в наборе две штуки. Символ года поросят. Такая фиолетовая и зелененькая. Я их взяла для ванной. Там, чтобы когда чищу раковину, саму ванную, да. И бывает там где-то, может быть, плитку на кухне, да. Вот фартук. Чтобы мне вот такие губки очень удобно ими пользоваться. Вторная моя покупка. Потому что в первый раз мне очень понравилось. При стирке часто добавляла. Можно в стиральную машину. Либо ручным способом. Это персоль. Кислородный отбеливатель. Экстра. Он без хлора. Не пахнет. Не вызывает такого противного запаха. Сильного, мощного. Очень классно. Помогает. Стирки белья. Я их это посильная, да. Чтобы вот белые полотенца отлично справляются. Опять же говорю, как замачиваешь. Если белые рубашки вот детские, да. Со школы. Тоже супер работает. Целая история приключилась с лажными салфетками от Коты. Потому что они пропали с продажи. Очень многие мне пишут, что вы больше их не сможете купить. Они остановили производство. Либо что-то в этом роде. Напишите, кто в курсе, почему их больше не продает. У нас распродают остатки. Вот такие вот влажные детские. Поэтому, в принципе, я особо разницы не вижу. Я взяла их повторно. Хотя бы такие. Очень выгодно. Всегда удобно. Здесь с защитным клапаном. 120 штук. Но появилась новинка. Вот такая вот аура. Для всей семьи. Не знаю. Экономия написана. Здесь 10 штук за эту же цену, как Коты. Поэтому салфеток уже почти в два раза больше. Поняла, что это пока такая новинка. Либо замена вообще салфеткам КТ Фикс Прайс. Посмотрим, они подходят как в дороге. Если их использовать дома, в офисе, на работе. Я не знаю, хоть где в походе вы можете с собой брать. Они помогают удалять грязь с различных поверхностей. И вообще работать в различных направлениях. Если повторную покупку совершу, значит они мне понравились. Конечно же, расходный материал. Это у нас диски ватные. Больше всего мне нравятся Коты. Но аура вот такие вот. Они более так пушатся иногда. Но их тоже имеет место быть. В принципе, мне для работы подходит. Мне особо нужны они для того, чтобы их смачивать в воде. Поэтому здесь чуть больше 150 штук. Цена 5 рублей разница. Поэтому я всегда не могу посчитать до конца. Выгодно, не выгодно. За 10 штук переплачивать 5 рублей. Наверное, все же не выгодно. Поэтому лучше буду брать Коты. Они более прошитые и классные. Кстати, мне писали по поводу ватных палочек от Аура. У меня они есть. Такие фиолетовые. Вы знаете, они отлично работают. Они не пушатся, ничего. Мне как-то были несколько комментариев о том, что ужасные ватные палочки. Не согласна. Знаете, вот эти полноточки бумажные. Нам в том году, я брала в фикс прайсе по осени, хватило на всю зиму. Вот до начала осени сейчас. Только последнюю упаковку мы взяли. Вот настолько, да, довольно экономичные. У меня закончились все кондиционеры для белья. И тот же самый с фикс прайс, который я вам показывала. Как он правильно назывался? С цветочками тот. Девчонки, мне понравилось. Я не знаю, там какие-то странные были комментарии по поводу аромата. Все индивидуально. Я ничего не почувствовала постороннего. Мне нравится. Он, на самом деле, такой же свежий, как и в более светлой упаковке. Но вот вчера буквально я забежала и взяла себе вот такую новиночку от Вернель. Свежий бриз. Аромат превосходный. Это что-то такое вот свеже, ледяное. Очень классный. На самом деле, Вернель для этого брала. Из серии, как она была у них, красивая с бантиком. Она и есть сейчас в фикс прайс. Тоже всегда мягкое белье. Попробую новиночку. Потом вам расскажу. В школу вот такой вот клей ПВА. Получается, там выходит дешевле, чем в канцелярском. Где-то на 20 рублей. И стаканы, девочки, взяла для Нового года на стол. Здесь в наборе у нас идет 12 штук. Их можно, конечно, и как на день рождения использовать. Но мне очень понравилась эта расцветка. Она реально такая а-ля диско. Что-то такое новогоднее. Очень интересное. И чтобы не пачкать посуду. И, в принципе, деткам вот так вот пить. Тем более, они роняют, бывает часто стаканы. Всегда бумажные. Это практичнее намного. Решила по максимуму отойти от пакетов с ручками. И не покупать их в магазине. Ну, первое, это не тратить деньги. Второе, да, не захламлять свой дом. И третье, это, наверное, также окружающую среду. Здесь 15 штук на 60 литров. Мне нравится, что они с ручками. Раньше такие покупала в фикс-прайсе. Можно завязывать их. Да, и очень удобно выкидывать. Вообще, я фикс-прайс в этот раз шла целенаправленно за набором вот этих вот новогодних украшений. Я увидела у кого-то в ролике и прямо загорелось их купить. Здесь 20 штук. Они вообще есть разные у них. То есть, если вы там поройтесь, посмотрите и обратите внимание. Есть наборы, например, где за сердечек там больше шишечек, да, которые вот здесь вот представлены. Либо просто в виде реальных таких шишечек. Я повешу на елку, которую мы планируем поставить буквально сегодня-завтра. А другое мне будет отлично вписываться, как такого деревянного декора. Это, например, на крючочки, которые у меня расположены. Либо на прихожей есть, да, куда это прикрепить. Это будет интересно смотреться. Либо, опять же, вот эта полка у меня будет на кухне, где будут такие подвешивать можно, да, что-то интересное и будет подходить по стилю. Поэтому вот меня очень заинтересовало это не именно как новогодняя тематика, а вот просто для повседневного такого украшения. Прям супер! Одна разрекламированная вещь, которую я искала в фикс прайсе и шла за ней, это вот такой вот шар воздушный со светодиодной гирляндой и держателем в комплекте. Если вы не будете использовать этот шар, да, и надувать его, то, вытащив вот эту вот гирлянду, которая здесь идет с подсветкой, вы вставляете на батарейки, она у вас будет работать как аксессуар, как украшение на той же полке, да, вот в детской, куда я планирую вот вместе с этим светильником все это поставить. Изначально многие в икеевской группе писали о том, что гирлянда Висваз, которая, да, самая популярная у них с такими мелкими штучками светящимися, она пропала с продажи, ее нигде нет наличия, и один в один из фикс-прайса еще и дешевле за 99 рублей. Купите и не парьтесь. Инструкция, если по сборке шара сзади подробная есть, украшать вы можете и, например, тот же Новый год, день рождения, просто помещение, либо какие-то детские мероприятия, и наполнять его можно и гелем, и воздухом, на ваше усмотрение. Это вот гирлянда, как на замену Висваз, а, например, положить в какую-то вазу ее, и чем-то там внутри сдекорировать, включить, она будет красиво подсвечивать. Поэтому вот такие разные идеи вам на заметку, имейте в виду. Я искала вот такую бюджетную форму для салата. Отличный вариант для подачи на стол каких-то блюд, салатов, закусов, когда приходят гости, да просто даже для себя сделать, чтобы это было красиво, интересно, как вот в кафе, если вы любите, оформляют, то вот эта вещь вам поможет. То есть в чем дело, да, вы берете эту форму, складываете туда, например, салат какой-то гарнир, надавливаете вот этим прессом, который идет сверху, и снимаете форму, и у вас получается готовое красивое блюдо. Носочки у меня что-то тут все уже почти порвались. Решила взять вот такие за 77 рублей. 30% хлопок, 50% акрил и эластан 15%. Тепленькие такие, с новогодней тематикой, темненькие в обувь. Вот этот пергамент для выпечки, девочки, очень классный, бунхом. Я уже не раз его беру, в этот раз, так как у меня сейчас пока духовки нету, то я в целях каких его буду использовать? Раньше, может быть, кто моего возраста, в колбасных магазинах отрезали, да, нарезку делали, либо просто кусок такой, да, колбасы докторской, и заворачивали в бумагу, в такую шеростящую, коричневую, и мы в холодильнике так и держали, и она долго всегда, да, хранилась. Сейчас же все это как-то слизнет, особенно пленкой любители, да, в магазине как-то делать нарезку, заматывать. Это все неправильно, на самом деле, вот, хранение должно быть в подобной бумаге, и тогда у вас продукт прослужит дольше. Все уже у нас стерлись губки для обуви, поэтому в фикс-прайсе это такой расходный тоже материал, всегда очень выгодная стоимость, там за 50 рублей можно взять и 2 штуки, и 3, в зависимости от того, какую вы выберете, и с цветом, и есть без, поэтому мы взяли в таком черном. Хотела еще для мамы купить вот такой набор эластичных крыжек, это новиночка в фикс-прайсе была, но до сих пор их нету больше в продаже, хорошо, что я успела, здесь идет два диаметра на 9,5 и на 6,5, то есть она растягивающая, такая силиконовая, подойдет на разные виды панок, на какой-то, может быть, контейнер, да, небольшой, если он у вас круглый, то есть вы можете использовать там и в холодильник поставить, да, чтобы запах какой-то не распространялся на пищу, отлично. Также в морозильной камере держать, и с ними ничего не будет. Давайте откроем, я вам покажу. Вот видите, она какая прям вот такая вся гнущаяся, и вот такая. Вот, но у меня, как по большей части, это какие-то баночки. Вот такая емкость для сыпучих продуктов. Также еще одна новиночка из фикс-прайса, вот такая вот сливная крышка-дуршлаг. Яркая, красивая, очень универсальная, подходит, да, на довольно большой объем кострю, как не имеет никакого запаха, и ей удобно очень пользоваться на кухне. Да и места занимает мало, посмотрите, она какая тоненькая. Поковать не буду вот такой календарь, потому что я его взяла на подарок маме. А на Новый год, как бы это ни было смешно, но год поросенка, поэтому такие три милые хрюшки с различными, он как перекидной идет. 77 рублей, поэтому что-то такое смешное, милое, позитивное. Сзади вот такой вот календарь, чтобы вам примерно понимать. Довольно большие цифры, да, если людям в возрасте хорошо все видно, и месяц наперед рядом расписан. Тоже очень удобно. Далее, девочки, для рабочей комнаты своей мне очень-очень понравилось. Смотрела уже, таких пока нету, у нас в фикс-кассе все раскупили. Вот такое ведро для мусора за 99 рублей. Ну скажите, это прям находка реально. Даже вот куда-то, да, бывает у стола, если дети занимаются, много бумаги, выкидывают какие-то всякие, мелочевка, карандаши заточить, да, чтобы не бегать. Для работы очень удобно, потому что там не будет занимать много места, оно такое компактное, и в то же время для различных ватных дисков, палочек и какой-то там бумаги, пленки, я думаю, что такого ведра хватает. Мусор все равно не нужно много копить, а выкидывать почаще. Об этом, конечно, долго не будем говорить. Ну и последнее, что я вам покажу. Докупила я вот такие контейнеры, как в предыдущем видео вам показывала, для уборки дома. Туда отлично у меня в ванной комнате встали все средства, порошок, средства для стекол и различные вот эти бутылки с химией. А этот контейнер, он у меня будет, как на кухне, под раковиной. Я туда собираюсь сложить все чистые полотенца, маленькие, там вот наподобие, да, такие, которыми я вытираю там столешницу, чистые салфетки покупаю, все, что такое фикс прайсе, и это будет аккуратненько там стоять. А вот этот вот ящик для хранения, он уже в размере S, он поменьше и стоит 77 рублей. Туда я тоже планирую различные нужные, такую все сложить, мелочевку. Кстати, по поводу этих контейнеров я вам хочу рассказать такую небольшую историю. Когда мы купили, Илюша у меня шел, держал в руках, и он упал, у него апасфальт на землю уронил, у него выскочил, он скользкий был, и он сразу же вот здесь вот проломился, да. Но для меня это не страшно, потому что я его поставлю под раковину, и здесь все отлично будет сложно, то есть здесь не жидкое, а все равно это не протечет. А так, имейте в виду, что вроде бы они крепкие, они не хлипкие, но вот если что, они могут расколоться аккуратнее, не стукайте. На этом пока все. Спасибо большое, что смотрели, это большое видео. И надеюсь, что вам что-то из этого видео понравилось, вы тоже возьмете на заметку. Если еще хотите о таких роликах о фикс прайсе, обязательно ставьте пальчик вверх, поддержите, для меня это большая мотивация. Спасибо всем огромное за просмотр и пока-пока!